друзья на что прошло каких-то два месяца и посмотрите какую широкую и высокую здесь сделали дорогу подъезжаем к работкам а точнее к развязке княгинина сергач и вот где мы раньше объезжали справа здесь от меня была дорожка не знаю сейчас мы уже идем по новой по новой хотят сказать магистрали но да по всем параметрам она и будет магистрали скорее всего поглядите в каких масштабах идет строительство кстати она я что заметил ни днем ни ночью не прекращается то есть дорожники здесь работают в три смены наверно получается вот и здесь уже магистрали справа новая построена от былой стояночки не осталось и следа ну да раз она легла на маршруте значит ее пришлось снести но это не самое страшное как говорится и это даже к лучшему потому что построить здесь я думаю большие просторные ограничение скорости как это сейчас называется стояночные комплексы где есть все как говорится и стоишь ты на асфальте и все что нужно тебе для твоих нож на но все уже заложено и стирка и шиномонтаж и мойка но естественные кафе хорошие и баня и сауны кстати сегодня бы дайте бы мне это казачки доказать и заставы где мне уж больно нравится баня с бассейном и плюс еще в этом этот бассейн как джакузи еще с гидро массажем так скажем не так скажем а вот так и есть даже я бы сказал с двумя потому что там два потока идут легких таких один идет мощный поток это для экстремалов которые надо как следует размять позвоночник разбить все эти весь холестерин вытрясти из себя сосуды прочистить ну то есть такая на довольно таки сильная струя воды ну ладно не будем загадывать а то как обычно загадаю а тут и бац и засада какая-нибудь и не доехал уж лучше доехать а потом рассказать что ребятки едем едем конечно едем а и а и и и и и и и и и Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова Друзья, ну что, проехал я Никольское уже, и вот дорожка пошла справа, это на старый мост через речку Сура. Мы пока идем на новый мост, ну относительно новый, который планировался быть односторонкой. Там даже и полоски так нарисованы, как по односторонке мы раньше ходили по нему, по старенькому в ту сторону Казани, по новому сюда спускались. Сейчас, так как старые аварийные закрыли, теперь мы ходим по новой. И вот рядом уже растет еще один новенький мост будет. Сейчас посмотрим, а два месяца я здесь не был, пока был в отпуске. Посмотрим, что здесь выросло. Так, ну что, у нас опоры раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Так, семь, семь уже забетонировали, восьмая, девятая, десятая, одиннадцатая, двенадцатая. Но так, еще только пока, ребятки, они растут из земли, как грибочки маленькие. Чтобы им стать опорой, надо еще много времени. Ну, а мы с вами поднимаемся по дополе знакомому мостику. Кстати, сделано все по-современному, с небольшим уклоном, с небольшим подъемом. Не как после старого моста, который рядом находился. Но он сейчас стоит, только уже им никто не пользуется. Там в последнее время уже дыры стали образовываться, прям в соединениях, в стыках. От него остался вот только подъемчик. Здесь крутой, когда здесь всегда весной, зимой точнее, подниматься было проблематично. Все зависело от количества выпавшего снега. Вот она у нас, дорожка справа, ее оставили. Но, наверное, когда новый мост построят, ее тоже здесь поднимут. Но все это в далеком будущем, потому что мостик-то еще пока только первые эти начинаются. Первые кирпичики закладывают, точнее. Ну что, а мы едем дальше. Едем, ребятки, едем. Друзья, мы тем временем подходим к весовой, как раньше, точнее мы вот ее уже проходим. Была здесь раньше, возле Чебоксар, на развилочке весовой. И посмотрите уже, какой построили виадок, путепровод для будущей развязки. И здесь как раз, как раз будет все без всяких помех. То есть тот перекресток, скорее всего, где сейчас возникают заторы, его практически не будет. Все, мы здесь будем разъезжаться свободно, беспрепятственно. Так. Ух ты. Здесь тоже будет, наверное, труба. Труба-дела. Все. А здесь дорожка вон как расширяется. Да, причем расширяется со всех сторон. И здесь техника вовсю работает. И с правой стороны у нас здесь новая трасса строится. И знаю, тут, наверное, изначально смотришь, когда идет строительство, вообще непонятно, что здесь планируется. Потом вроде раз, 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 когда уже все слепили, все открыли, и все понятно, что вот такие расширения делают для разворотов, например. Чтобы сделать зону, безопасную зону разворота. А так-то, думаю, по идее, они должны все идти вот так, четырехполосные, как сейчас планируется. А может даже и шести. Нет, для шести тут я размахнулся. Хотя, судя по трем полосам, здесь может быть. Если еще обочину отсыпят нормально. Ну, ладно. По поводу строительства дорог, это все вопросы дорожникам. А мы только пожинаем их плоды. Едем, прекрасно, едем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Друзья, подъезжаем мы к Исакова. А здесь ремонт дороги идет полным ходом. Идет у меня впереди негабарит. Привлек он мне внимание тем, что он везет домик на тралле. И вот встали, конечно, сейчас между нами две легковушки. Я шел к нему близко сначала. Сейчас вот въехали они с обочины. Идет он прям с зазорами. Вот отбойники. Ну, ладно, эти пластиковые стоят, отбойники. А тут бетонные еще стояли. И вот идет он прям какие-то сантиметры. Не задевает он этот отбойники, поставленные на парапетитонные. Вот здесь уже у нас кафе Мотель Рай. Но он так и был здесь. Не видно, сделан, поставлен уже с расчетом, что он строительству трассы не помешает. Его не собираются здесь сносить. А многие кафешки из-за этого и пострадали. Ну, наверное, которые поставлены были построены нелегально. А здесь впереди у нас мостик пешеходный растет. Я думаю, что это, да, пешеходный, потому что узенький. Вот сейчас мы пойдем по узким местам через мост. Мне все-таки интересно, как этот негабарит сейчас будет помещаться там. Там ведь полоса-то тоже с мостом в одну полоску будет. А он шириной идет, наверное, метра три, не меньше. Потому что вот эти полосы для проезда, они у нас трехметровые, по-моему. Ну, ладненько. Едем дальше, сейчас посмотрим. Главное ехать. Здесь у нас колейка выстроилась. Блин, а сегодня у нас пятница, да. Там реверс на мосту через Свиягу. Рядом строят новый мост. Да еще вдобавок старый ремонтирует. В общем, мы пойдем реверсом. И сейчас у нас колеечко тут выстроилось. Вот насколько мне взгляда хватает. Может, что-то у меня интернет здесь хромает. Тут километра четыре, не меньше до моста. Но будем надеяться, что недолго проторчим. Надо пробиться, а другой дороги здесь нет. Хотел я рвануть через Дешкар-Алу. А там тоже ремонтный участок и тоже реверс. И не знаю, что лучше, что посмотрел. Вроде Яндекс показал, что здесь не было еще так. Все плохо оказывается. Поздние данные. Ну, пока досюда добирался, вот она уже колейка собралась. А что делать, кому легко?